Здравствуйте, меня зовут Антон Деркач и сегодня расскажу вам о периферической катетеризации. Существует много способов введения лекарственных препаратов в организм пациента. К ним относятся пероральный, сублингуальный, как частный вариант перорального, оректальный, парантеральный. Парантеральный переводится как миную желудочно-кишечный тракт. К нему относятся внутримышечный, внутривенный, внутрикожный, подкожный, внутрисуставной и даже внутриартериальный. Но это уже экзотика. Сейчас я хочу рассказать поподробнее о внутривенном способе введения лекарственных препаратов в организм человека, так как мы, будучи врачами, наиболее часто будем пользоваться именно этим способом введения лекарственных средств в организм пациента. В зависимости от наших целей и задач мы можем пользоваться внутривенным струйным введением или внутривенным капельным введением. Чем они отличаются друг от друга? Если нам нужно ввести небольшое количество вещества за короткое время, целесообразнее использовать внутривенный струйный способ введения с помощью шприца. Если же нам нужно ввести большое количество жидкости и за длительное время, то мы выбираем внутривенное капельное введение. Так зачем же нужны катетеры? А катетеры нужны для того, чтобы обеспечить постоянный доступ в вену пациента в том случае, если мы, например, назначаем курс антибиотиков внутривенных 4 раза в день на протяжении нескольких недель. И представьте, что будет с венами пациента, если его будут колоть 4 раза в день на протяжении нескольких недель. И что будет с психикой пациента. И это еще хорошо, если вены хорошие. Но ведь далеко не у всех вены хорошие. Именно в этом случае нам на помощь приходят катетеры. Катетер состоит из пластиковой части и из иглы проводника. С помощью иглы проводника катетер вводится в вену, затем игла проводника извлекается, катетер остается. Мы его фиксируем пластырем, наклеиваем наклейку и на наклейке пишем дату и время постановки катетера. Обычно катетеры стоят от 3 дней до недели. Но бывает так, что они выходят из строя в первый же день. Бывает, стоят 3 недели без каких-либо осложнений. На протяжении всего времени, что стоит катетер в вене пациента, нужно следить за состоянием вены. Нет ли признаков тромбофлебита? Признаки тромбофлебита это покраснение вены и боль по ходу катетеризированной вены. В этом случае катетер удаляется и если есть необходимость в дальнейшем использовании катетера, катетер устанавливается на другую руку. Катетеры бывают разного диаметра, разной длины и сделаны из разных материалов. Поэтому в каждом конкретном случае мы можем выбрать себе наиболее подходящий для наших задач катетер. Спасибо за внимание. Смотрите следующие выпуски. С вами был Антон Деркач.